Экскурсия по правительству за пятерки в дневнике. Глава региона встретился с школьниками, которые добились высоких показателей в учебе и творчестве. В стенах правительства это самые юные посетители. Школьники задали губернатору немало вопросов и рассказали, как им удалось добиться успехов. Подробности в нашем следующем материале. Один из залов правительства Саратовской области. Правда, в креслах на этот раз не иностранные делегации и не специалисты в строгих деловых костюмах, а школьники. От самых юных, второй класс средней школы, до более взрослых, будущих выпускников. Правда, немного, только отличники и ударники. Училась хорошо. Мне всегда говорили дома, главное девочка, чтобы ты хорошо училась. Ну, то есть, я не знаю, какие-то успехи еще помимо всего. Просто, правда, учиться, добиваться чего-то, ставить себе цель главная и идти к ней. Цель многих выпускников в этом году была одна – медаль за безупречный в плане оценок аттестат. Правда, в текущем году высшей государственной награды для школьников не будет. Ее отменили. Но на региональном уровне успехи выпускников будут поощрены. Выпускники саратовских школ, которые, в общем-то, по-старому шли на золотую медаль, в этом году впервые будут получать знак губернатора за отличие в учебе. Поэтому мы рассчитываем на то, что мы ждем 500 детей, 500 выпускников. Этот показатель на будущий год нужно сохранить и даже увеличить, отметил губернатор. Тем более, что все задатки для этого есть. Это подтвердили итоги акции «Губернаторский дневник». В списке награжденных более 30 фамилий школьников из города и области. Я вас еще раз прошу, знания у вас должны быть все-таки и так вы на правильном пути. Номер один. Номер один. Потому что везде конкуренция, во всем конкуренция. А сильный с хорошими знаниями человек, он способен сегодня школу хорошо завершить и поступить в любое учебное заведение. Потом выбрать еще по душе направление, страну, где хотел бы работать. Но больше, конечно, желательно, чтобы это была Саратовская область. Тем более, что в регионе в ряде отраслей существует нехватка квалифицированных кадров. Например, в сельском хозяйстве, оборонной промышленности или медицине. Это не значит, что там нет профессионалов, отметил Валерий Радаев. Просто таким образом он пытался намекнуть на перспективные в будущем специальности. Станислав Жижин, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов. Продолжение следует...